Привет, как тебе, молодой Джон Пять? По арифам плох, трес в разыгран, готов показывать максимум. Потыкай тайм-коды, сейчас посмотрим, спасибо, знатуч. Hey, this is John Pipe, this is the washing way of wrong. Субтитры создавал DimaTorzok И сам парт, я не знаю, насколько он занимается говном типично, да, в плане, как бы... Ну, то есть он играет, я же об этом рассказывал, да, сейчас покажу еще раз. Симметричные паттерны, то есть это очень просто делать, потому что ты не паришься в аппликатурах, то есть ты, как бы, просто берешь и начинаешь нарезать, грубо говоря, у тебя есть, там, не знаю, аппликатура тон-полтон, и ты просто везде, как бы, начинаешь здесь, прогнал, потом сюда, как бы... Получается, все вне гаммы, да, как бы, но такие штуки поливать, естественно, становится просто, потому что ты играешь одну и ту же. То есть у любой какой-то гамме у тебя будет чередоваться, у тебя будет, допустим, вот так, потом вот так, там так, потом так, и все, пытаются запариваться с аппликатурой. А Джон Пять, он вообще, как бы, не парится, он сразу на тонал, на всем просто берет и заряжает хроматическое говно какое-то, вот такое вот, просто, как бы, не думая вообще о каких-то гаммах. Поэтому, в принципе, он может напилить, но у него партии сами по себе простые. То есть они как бы симметричное говно. Да, пентонические тоже знаковые двоечки все. Да, музыкальное мышление, например, на полном дне. То есть хуже себе трудно представить музыкальное мышление, чем это. Просто даже, наверное, джинджер реально как бы немножко более интеллектуальный, чем это. Поэтому в этом плане джин-5, конечно, просирается так, что мало не покажется. Но технически сейчас, но более современный, может, да, попилить в плане техники неплохо. Но сами партии, конечно, просто отборное дерьмо.